На каждом этапе коммунистического созидания партия определяет направление развития народного хозяйства нашей страны, имеющие общегосударственное значение, направление которое предусматривает последовательное развитие всех экономических районов. В Каратау, где были открыты богатейшие месторождения фосфоритов, возникли крупные горнорудные предприятия, современная добывающая промышленность. Было принято решение о создании будущего химического гиганта. В 1960 году началось строительство Чемкенского фосфорного завода. Минули годы, и как прошлые поколения говорили о строительстве магнитки Комсомольска на Амуре, как говорят наши земляки о детище первых пятилеток Чемкенском свинцовом заводе, так с благодарностью и восхищением говорим мы сегодня о тех, кто строил и создавал, своими руками творил первенец фосфорной индустрии Казахстана. Особенно крупный размах приняли строительно-монтажные работы в 1963-66 годах. В это время не угасал на стройке горячий накал. Им были проникнуты боевые вахты тысяч рабочих инженеров и техников Треста, Чемкент, Промстрой, строительных управлений Химстрой, Казмеханомонтаж, Казстальконструкция и многих других специализированных монтажных организаций, предприятий, выполняющих почетные заказы для всесоюзной ударной стройки. Правокланговыми соревнованиями, инициаторами множества добрых дел выступали коммунисты и комсомольцы, которые в напряженные дни монтажа и строительства работали с удвоенным энтузиазмом и энергией. Как бывало на фронте, говорил по этому поводу в прошлом фронтовик знаменитый бригадир монтажников Василий Иванович Шарков. Не раз проверяя дела на стройплощадках, приковывая внимание к важнейшим проблемам строительства, самую существенную помощь новому объекту оказывали Чемкенский областной и городской комитеты партии. Каждый день, приближавший страну к 23-му съезду КПСС, встал на стройке поистине ударным. Газеты призывали, фосфорный срок. Все силы на успешное завершение строительно-монтажных работ. Публиковались сообщения. Бригада Бориса Житкова из управления промвентиляция вчера перевыполнила норму в полтора раза. Монтажники бригады Евгения Фомина, управление Казмеханомонтаж, на пять дней раньше графика закончили прокладку трубопроводов печного цеха. Сегодня, когда на месте пустынной окраины Чемкента высятся индустриальные корпуса флагмана казахстанской химии, люди с большой теплотой вспоминают героический труд рабочих Чемкент-промстроя под руководством опытных, умелых бригадиров Жалгасова, Джубатова, Урани, Пушко. Монтажников во главе с их замечательными вожаками, Ралином, Хохловым, Доляном. Для всех этих людей стройка стала подлинной школой производственного мастерства, организаторской работы, со всей полнотой раскрыла замечательные качества характера советского трудового человека. Социалистические обязательства строителей, монтажников и эксплуатационников дать фосфор к открытию 23-го съезда КПСС были с честью выполнены. В период пусконаладочных работ эксплуатационники принимали активное участие в монтаже и отладке оборудования. Еще задолго до пуска завода была начата подготовка кадров. Неоценимую помощь чемкентским фосфорникам оказали тогда Волгоградский химический комбинат имени Кирова, Куйбышевский, Бермский химические заводы, родственные предприятия Москвы и Ленинграда, Чернореченской, Тольятти, Казахский химико-технологический институт и многие другие вузы страны, на которых будущие специалисты получили хорошую теоретическую подготовку и прошли производственную школу. Самым лучшим и опытным из них было представлено почетное право выдать первый казахстанский фосфор. Это были аппаратчики Липкин, Искаков, Кабаков и другие. Первый фосфор. Фосфор идет. Ликующе слышится всюду. С днем рождения новый завод. С трудовой победой люди. Выступая на митинге, посвященном пуску первой очереди Чемкентского фосфорного завода, бывший начальник глав югстроя Василий Лукьянович Скирта сказал, это стало законом советской действительности. Все начертанное партией претворять в жизнь. В жизни каждого человека, каждого коллектива, огромного или малого, бывают события, напоминающие перевал, с вершины которого можно оглянуться на пройденный путь. Оглядываясь на пройденное, мы убеждаемся в том, какими осязаемыми вехами на пути становления и развития предприятия явились восьмая и девятая пятилетки. Они стали живыми страницами биографии завода, личной биографии трудящихся. Хорошо помнят те героические времена шлаковщик Нурлан Аманов. Восьмая пятилетка для Чемкентского фосфорного стала первой рабочей пятилеткой. Открыв первую страницу своей летописи, коллектив завода стал записывать в нее последующие страницы биографии, бурной и стремительной, отмеченной успехами и неудачами, победами и волнениями. Среди тех, кто принял почетную эстафету строителей, был коллектив печного цеха во главе с начальником цеха Гитманом и начальником отделения Сарсенбаевым. О людях этого цеха, управляющих сложнейшей современной техникой, освоивших ее в рекордно короткие сроки, можно сказать сегодня самые теплые слова. Отличных показателей в работе всегда добивалась смена номер пять, которой руководил грамотный, энергичный специалист Борис Андреевич Демин. Уверенно и четко управлял технологическими процессами на третий и четвертый печах командир пульта номер два, Атабек Джейлау. Замечательно справлялись со своими обязанностями аппаратчики Альберт Чекушин, Исали Усербаев, Валерий Юшкевич, шлаговщик Николай Курилкин, пультовщики Петр Шалатанов и Наиль Гайнулин. Пуск печи номер пять. У пульта управления товарищи Малкин, Гитман, Чепинога, Матсуцин, Матухнов. Летопись трудовой славы завода умножали своими делами специалисты церков фосфорной кислоты Геннадий Комаров, Валентин Нестеров, Равиль Ядгаров, Виктор Сибиряткин, Михаил Полежаев, Анатолий Черных, делегат 24-го съезда партии Валентина Медведкова, высокий творческий настрой, принципиальность и деловитость отличали работников цеха триполифосфата натрия, Калмахана Каримбаева, Валентина Горбаткова, Нины Анищук, Валентины Аникиенко, Афанасия Питерского. За ударный героический труд, своевременное освоение и пуск сложнейшего технологического оборудования, высокие производственные показатели в восьмой пятилетке, группа трудящихся Чемкенского фосфорного завода была награждена орденами и медалями. Звание Героя Социалистического Труда было присвоено старшему шлаковщику Бабику Сабиеву. Орденом Ленина награждены бывший директор завода Яков Захарыч Малкин и старшая аппаратчица Нина Митрофановна Каткасова. Ордена Трудового Красного Знамени вручены старшим аппаратчикам Горбаткову, Валентину Ефимовичу, Джейлауу, Отобаю Мамбетовичу, электросварщику Ишмурзину, Мансуру Гаязовичу, старшему машинисту Муратову Еркену, токарю Сабанову Владимиру Викторовичу, заместителю начальника цеха Сераштану Василию Александровичу, электрослесарю Степашко Николаю Каленковичу, автокроновщику Шаторному Ивану Петровичу. Многие работники завода награждены орденами знак почета и медалями. Субтитры создавал DimaTorzok Среди тех, кто вносит весомый, достойный вклад в трудовые достижения коллектива, Бабик Сабиев. Откликнувшись на призыв партии, Бабик Сабиев переходит на освоение крупнейших в мире 72-мегаваттных фосфорных печей. Более 10 лет работает он в объединении, вместе с другими учился в Тольятти, а вернувшись, все свои секреты передал молодым рабочим Владимиру Любченко, Нурлану Аманову, Вениамину Баркалову и многим другим. Мастерство приходит к тем, кто постоянно в поиске, кто постоянно повышает уровень знаний. На всех этапах строительства, пуска и освоения предприятия партии и правительства оказывали постоянное внимание этому важному государственному объекту. Одним из памятных событий для коллектива объединения стал приезд на завод члена Политбюро ЦК КПСС первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедовича Кунаева, который осмотрел производственные цехи, познакомился с коллективом, беседовал с рабочими. С февраля 1965 года работает в объединении «Фосфор» Леонид Михайлович Буков. Он начал свою трудовую деятельность слесарем-ремонтником, перейдя на один из трудных участков, печной цех, он освоил сложную технологию производства фосфора и стал одним из лучших аппаратчиков. Свой с годами накопленный опыт он передает молодежи. За успехи в труде в 1972 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а по итогам девятой пятилетки орденом Трудовой Славы Третьей Степени. За большие заслуги перед коллективом и трудовые успехи товарищи избрали его делегатом 25-го съезда КПСС. Участвуя в этом историческом форуме, встречаясь с его делегатами, слушая проникновенные слова участников съезда, коммунист Буков принял повышенные обязательства. В своем коллективе он возглавил движение «Пятилетки качества рабочую гарантию». Притворяя в жизнь решение 25-го съезда КПСС, он сегодня в числе правофланговых пятилетки. Праздником коммунистического труда стали для всего коллектива эти ленинские апрельские дни. Люди работают с большим воодушевлением, патриотическим подъемом. Из года в год выходит коллектив завода на коммунистические субботники, посвященные памяти Владимира Ильича Ленина. Трудящиеся несут ударные вахты в цехах, очищают и озеленяют территорию, приводят в порядок производственные помещения. Вместе с городом Чемкентом поднимается и водоустраивается комплекс производственных цехов, входящих в объединение фосфор. Сейчас, когда позади самые трудные, самые напряженные годы строительства, пуска и освоения производственных мощностей, с большой ясностью сознаешь, сколько творческой энергии, знаний и сил отдано этими людьми общему делу. Уже совершенное ими это подвиг. С большой теплотой трудящиеся объединения вспоминают сегодня тех, кто в это трудное время был на переднем крае борьбы за казахстанской фосфор, кто построил завод и вдохнул в него жизнь. Это Малкин Яков Захарыч, Поборцев Михаил Ильич, Воронин Геннадий Васильевич, Рафиков Рашид Шарипович, Нуралиев Тультай Нуралиевич, Шестаков Павел Андрианович, Тультаев Жуслан Тультаевич, Примбетов Марлен Достанович, Фролов Игорь Васильевич, Мацутин Владимир Николаевич, Матухнов Геннадий Петрович, Приходько Владимир Григорьевич, Субботин Анатолий Афанасьевич, Пименов Станислав Дмитриевич, Балакирев Владимир Иванович, Овод Борис Андреевич, Савельев Владимир Петрович и многие другие. В девятой пятилетке Чемкенское производственное объединение «Фосфор» сделало новые шаги в осуществлении директив 24-го съезда КПСС, которыми было предусмотрено завершить строительство завода, в декабре 1975 года был получен фосфор с последней одиннадцатой печи. Впечатляющие показатели роста объединения за это время. Объем производства фосфора и триполифосфата натрия по сравнению с 1970 годом увеличился в два раза. Фосфорной кислоты в 1,7 раза. Выпуск воловой продукции составил 184,3%, товарной 183,5%. Все шире развертывается социалистическое соревнование. Предприятие вышло на устойчивый режим работы. По итогам всесоюзного социалистического соревнования коллективу первого производства, возглавляемому опытным инициативным руководителем коммунистом Мальцевым Юрием Тихоновичем, за второй, третий, четвертый кварталы вручено переходящее красное знамя, первое денежное премия и диплом Министерства химической промышленности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности. За трудовые успехи в девятой пятилетке многие работники объединения награждены орденами и медалями. Орден Трудового Красного Знамени вручен директору объединения депутату Верховного Совета СССР Альжанову Тлеубаю Мукановичу, аппаратчику Бургенбаеву Тимирбаеву, старшему аппаратчику Лищуку Владимиру Петровичу, оператору Субботину Ивану Ивановичу. Орденом в знак почета награжден начальник Аглацеха Годятской Николай Антонович, электромонтер Гуляева Анна Игнатьевна, аппаратчик Рыбалка Иван Владимирович, машинист Чернышов Василий Михайлович. Ордена Трудовой Славы удостойны электросварщик Алиев Дияр Мамедович, старший аппаратчик Буков Леонид Михайлович, мастер Керимбаев Ульхамбек Сауртаевич, аппаратчица Чепрасова Надежда Сергеевна, слесарь Чичайкин Виктор Степанович. Многие награждены медалями за трудовую доблесть и за трудовое отличие. Сегодня Чемкенское объединение фосфор это комплекс сложнейших химических производств, оснащенных по последнему слову науки и техники. Все цехи и производственные участки это огромный механизм, который приводит в действие уникальные агрегаты и устройства, приборы автоматического контроля и дистанционного управления. Коллектив предприятия борется за то, чтобы полнее использовать мощности каждого участка, опыт передовиков. Сложная технология производственных процессов требует постоянного повышения знаний и мастерства. Немало усилий приложили коммунисты, комсомольцы и руководство завода к организации на производстве движения «Наставничество» созданию общественного отдела кадров. В 1975 году за молодыми рабочими, принятыми на завод, было закреплено 242 опытных специалистов, мастеров своего дела, добросовестных и уважаемых в коллективе людей. Они прививают у них чувство патриотизма, рабочей гордости, любви к родному заводу, цеху, избранной профессии. Все передовое прогрессивное на предприятии неразрывно связано с повышением творческой активности масс, их ролью в освоении и совершенствовании нового оборудования. В объединении свыше 900 рационализаторов. Разработано и внедрено в производство свыше 3200 рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 4 миллионов 700 тысяч рублей. Самым плодотворным годом творческой активности стал завершающий год девятой пятилетки. Внедрено 660 рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 1 миллиона 200 тысяч рублей. На 7 из них оформлены заявки на предполагаемые изобретения. Успешно справились со своими заданиями коллективы рационализаторов дробильно-сушильного цеха, печного цеха номер 3, цеха триполифосфата натрия, цеха фосфорной кислоты, ремонтно-механического цеха, цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, паровода цеха, электро- и железнодорожного цехов. Поиск путей совершенствования производства ведется в самых разных направлениях. В плане народно-хозяйственного развития Чемкенской области на 1976-80-е годы предусматривается дальнейшее развитие производственного объединения фосфор как за счет освоения проектных мощностей и технологических линий, так и за счет строительства новых цехов. Будет продолжено наращивание технического потенциала предприятия и расширена номенклатура выпускаемой продукции. Выпуск желтого фосфора к 1980-му году возрастет в два раза. Большой объем работ предстоит осуществить по плану капитального строительства. Многое сделать в области социального развития коллектива. В 1976 году будут введены в строй действующих цех металлической бочкотары, установка приготовления препарированной смолы, продолжено строительство цеха синтетических моющих средств, цеха по производству пирофосфатов, установки парасфасовки триполифосфата натрия в резинокордные контейнеры. КОНЕЦ Разнообразен план социально-культурного развития. Он охватывает все стороны быта, предусматривает создание на производстве условий для личной гигиены, организацию интересного отдыха, а также охрану здоровья трудящихся. КОНЕЦ После рабочего дня приятно оказаться здесь, на территории заводского санатория-профилактория, которым руководит Фира Мироновна Керносова. Главное здесь лечебные кабинеты и ванны с морским микроклиматом, жемчужные, кислородные, сырогачские, контрастные, йодобромные и другие. Кислородные палатки и коктейли, грязелечебницы. И все на самом высоком медицинском уровне. Все для отдыха и культурного досуга. Учитывая нужды и потребности народного хозяйства, наша партия поставила перед химической промышленностью ответственную задачу дать стране необходимое количество ценных удобрений. Исходным сырьем для их получения является фосфор, а главный его поставщик – Чемкенский фосфорный завод. Основными направлениями развития народного хозяйства страны определено довести к 1980 году поставки сельскому хозяйству минеральных удобрений до 115 миллионов тонн и химических кормовых добавок до 5 миллионов тонн. Увеличить удельный вес фосфорных концентрированных и сложных удобрений в общем объеме их поставок к сельскохозяйственному производству. Земля, принявшая фосфорные удобрения, этот эликсир плодородия старицей дарит нам хлеб. Кормовые фосфаты, прецепитаты, жизненно необходимая добавка в животноводстве. Уже к концу 9-й пятилетки Советский Союз стал крупнейшим производителем этого ценнейшего корма. Фосфор и его соединение широко применяются во всех отраслях народного хозяйства. И этим с полным правом может гордиться коллектив Чемкенского производственного объединения «Фосфор». К своему десятилетнему юбилею коллектив объединения пришел возмужавшим, полным решимости выполнить задачи, поставленные 25-м съездом КПСС. «Фосфор»